Азербайджан внес достойный вклад в нашу общую победу над фашизмом. Более 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Половина из них отдала свою жизнь за нашу общую победу. За отвагу, проявленную в годы войны, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза. В этом году свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными артинами и медалями. Азербайджан обеспечивал всю страну топливом. Более 70% нефти, 80% бензина, 90% моторных масел, столь необходимых для фронта, приходилось на долю Азербайджана. Без этого советская армия не смогла бы победить врага. Есть знаменитые кадры военной кинохроники, когда Гитлеру преподносят торт. На торте такое углубление, написано на немецком «Каспийское море». В этом углублении находится жидкий черный шоколад. Название «Баку». Гитлер ложечкой черпает шоколад и поливает на торт, а потом берет такую шоколадку в виде свастики и ставит ее прямо на место, где написано «Баку». Это подчеркивает планы фашистов по захвату нефтеносных месторождений Азербайджана, а также их планы, как мы все знаем, были в захвате нефтеносных месторождений Северного Кавказа. И если бы фашистам удалось захватить Баку, советская армия осталась бы без топлива, столь необходимой для победы, а город Баку взлетел бы в воздух. Потому что советское правительство в этом экстренном случае заминировало все нефтяные скважины с тем, чтобы они не достались врагу. То есть там жертвы исчислялись бы, наверное, сотнями тысяч. Весом вклад в нашу общую победу и представители азербайджанской науки, так великий азербайджанский ученый Юсиф Мамедальев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как коктейль Молотова. Мало кто об этом знает, но это правда. На заводах Баку днем и ночью производились знаменитые «катюши» и другое вооружение, ставшее кошмаром для врага. В Азербайджане свято чтят память погибших и проявляют большую заботу о ветеранах войны.